Анастасия, к вам вопрос. ГЧП развивалась в транспортном секторе именно в области автодорог. Мы видим, также есть некая тенденция, появляется спрос на ГЧП в железнодорожном транспорте. Есть ли действительно такой тренд? И в ближайшее время увидим ли мы федеральные, скорее всего, федеральные концессии в вашем секторе? И как вы вообще видите на сегодняшний день участие вашей компании, достаточно крупного инвестора на рынке ГЧП? Анастасия, к вам вопрос. Не просто выступает партнером, но и организатором, и, скажем, таким регулятором. То есть, получается, создать некий такой инновационный инвестиционный механизм, который, объединяя и государственные, и частные усилия, позволяет отвечать всем вызовам времени, будь то социально-политические, экономические или какие-либо другие. Но говоря об объектах транспортной инфраструктуры, стоит понимать, что, во-первых, транспортные концессионные проекты – это капиталоемкие и длительные в исполнении, соответственно, и со сложным механизмом гарантии дохода. Потому что есть определенные моменты, которые, скорее, вызывают вопросы и опасения у концессионера. Это, например, трафик, загруженность. Так как, если мы говорим про железную дорогу, она капиллярами пронизывает всю территорию нашей необъятной страны. Но, тем не менее, есть какие-то более приоритетные направления с точки зрения направления грузопотоков или пассажиропотоков. Есть менее приоритетные. И, соответственно, от этого зависит и интерес концессионера. Также вопросы установленной системы тарифообразования тоже здесь играют немаловажную роль. И, соответственно, в этой части понижают, скорее, желание частного инвестора вступать, потому что порождает много для него неопределенностей. Но, как уже не раз сегодня говорили коллеги, тренд на развитие государственного частного партнерства в нашей стране был задан уже определенное время назад. И наиболее активные действия были предприняты в последние годы, в частности, вот в 2022 году. Это и продолжение истории с действительно уже легендарным, наверное, законопроектом Минэкономразвития. И ряд инициатив, которые уже действуют, которые уже непосредственно оказывают поддерживающую функцию. Это, как уже говорили коллеги из ФАС, соответственно, это федеральный закон 333, который внес изменения в 115-й и позволил изменять существенные условия по конституционным соглашениям, заключенным до 1 марта 2022 года, без согласования антимонопольной службы. Но там есть, естественно, оговорки, то есть это не касается как раз-таки коммунальной отрасли и не должно приводить к изменению целевого назначения объекта, к уменьшению запланированных инвестиционных объемных средств и так далее. Безусловно, это сокращает все согласовательные процедуры, потому что в вопросах исполнения конституционных соглашений, я думаю, срок тоже имеет немаловажное значение. Ну и, соответственно, осуществляется поддержка бизнесу. И есть еще одна мера интересная, которая установлена постановлением правительства 1126, она тоже была анонсирована летом этого года, которая позволяет менять условия конституционного соглашения в связи с ростом цены строительные материалы. То есть вот это для строителей, конечно, я думаю, очень важно, потому что все столкнулись в любой отрасли, будь это стройка не только транспортных объектов, но и каких-либо других, с такой крупной проблемой колебаниями рынка на фоне санкционного давления. И, кстати, возможно, отвечая на вопрос Олега Корнеева, почему все так ринулись все-таки на всякий случай согласовывать эти условия, потому что вот как раз-таки изменение конституционных соглашений за рост цен, оно должно проходить согласование Федеральной антимонопольной службы, об этом указано в соответствующих регулирующих законах. И я думаю, что наш рынок просто уже несколько так испуган и действует по принципу перестраховаться, чем действительно ожидать каких-то неприятных последствий спустя продолжительное или непродолжительное время. Соответственно, эти нормы, как мы понимаем, носят общий характер, нельзя их назвать какими-то узкоотраслевыми, это то, чем могут пользоваться все участники рынка и процесса государственно-частного партнерства. Поэтому, конечно, здесь стоит отметить, что в части транспортного регулирования именно объектов транспортной инфраструктуры, и автодорожных, и железнодорожных, здесь мы еще на такой, наверное, первоначальной стадии, поскольку какого-то целевого нормативно-правового регулирования в данном случае пока мы не наблюдаем. И в целом, в принципе, если характеризовать действия государства при осуществлении его политики по развитию государственно-частного партнерства, то следует отметить, что пока имеет место быть такое точечное регулирование. То есть мы решаем локальные проблемы. Безусловно, это эффективный метод для того, чтобы временно ситуацию поддерживать на должном уровне, регулировать. Но все-таки, я думаю, в организации государственно-частного партнерства здесь нужно делать ставку больше на долгосрочные изменения, которые не здесь и сейчас бы решали проблемы, а все-таки позволяли сформировать на годы вперед стройную систему, которая бы исключала риски. То есть в данном случае, я думаю, действует принцип «не торопись и не навреди», потому что у нас, ну, чего уж там скрывать, достаточно рыхлая за все это время была нормативная система, поэтому нам есть с чем работать. И, безусловно, это, я думаю, то, с чем мы будем сталкиваться и как со стороны государственного регулирования, и со стороны бизнеса еще в ближайшие годы очень тесно. Потому что, если, например, говорить о транспортной инфраструктуре, в частности железнодорожной, есть определенные препятствия к развитию и к возникновению интереса у частных инвесторов к участию в проектах ГЧП. Это, во-первых, ну, понятно, необходимость проведения в соответствии нормативно-правовой базы, которой мы сейчас только в процессе занимаемся. Это отсутствие стройной, я так полагаю, системы институционального регулирования. То есть необходимо либо пересмотреть полномочия уже у имеющихся отраслевых органов, либо создать какие-то новые органы, которые как раз-таки занимались бы контролем реализации этих проектов, которые бы помогали бизнесу в том числе регулировать и направлять их действия в связи с динамично развивающимся законодательством. Потому что есть полномочные органы, которые, тем не менее, ну, наверное, тоже так пока еще сейчас находятся в стадии формулирования вопросов и ожидания ответов на них, да, как, соответственно, действовать при отсутствии в настоящее время, допустим, конкретной нормы, либо при необходимости формирования законодательной инициативы, то есть что нужно поменять. Анастасия, я вас, причем даже, видите, не спрашиваю имена этих органов непосредственно. И все-таки вопрос, а компания ваша, она готова выходить на рынок ГЧП и быть там консессионером, например? Вы рассматриваете какие-то сейчас проекты? Безусловно, участие в консессионных проектах – это в первую очередь важная имиджевая составляющая любого крупного участника рынка, поскольку речь идет о государственных проектах, о проектах важности и социальной, потому что транспортная инфраструктура – это в том числе и не только бизнес-процессы, не только там перевозки и промышленные какие-то сырьевые истории, это и пассажиропоток и так далее. Безусловно, принятие решения об участии либо неучастии принимается, я думаю, в конкретном отдельном кейсе и примере, поскольку, как я уже сказала, в зависимости от самого проекта определяется его перспективность и финансовый интерес для консессионера. При условии, что законодательство в том же ключе будет динамично развиваться и контролировать возможность регулирования рисков, которые для консессионера могут возникнуть, я думаю, что, конечно, любая крупная компания, в том числе и мы, будем заинтересованы в участии в таких проектах. Понятно, спасибо большое. Очень аккуратный дипломатичный ответ. Продолжение следует...